Всем доброе утро! У нас на улице темнота. Маша сейчас завтракает. Мы буквально недавно проснулись. Сейчас пойду драить окно. Я уже давно собираюсь, на кухне нужно его помыть. Так, хорошенечко, с порошком, со всеми делами. Но правда, только пока изнутри, снаружи буду мыть, когда на улице станет потеплее. Я сейчас боюсь, честно говоря, замерзнуть. Вот. А еще мы вчера, когда были на танцах, обменялись домашними цветочками. Я отдала горшочек с укорененной монстерой. Вот. А Маша мне передала 4 цветка, 2 традесканции и 2 гибискуса. Ох! Буду теперь растить. Но я правда не знаю, как они будут себя чувствовать в моих условиях, учитывая, что у меня очень мало света. Но будем надеяться. Посмотрим, как оно. Вот одна красавица традесканция. Гибискус. Вторая красавица традесканция. Вообще разрослась-то как. С ума сойти. И еще один гибискус у меня на подоконнике стоит. Вот он, красавчик. Укорененный. То ли цвести собирается, то ли что. У него там что-то полно бутонов каких-то маленьких. Я даже не знаю, что он делать собирается у нас. Ну, посмотрим. Главное, чтобы он себя хорошо чувствовал. Помните, я вас в инстаграм спрашивала по поводу Сбермаркета? Короче говоря, мы все-таки решились. Все-таки заказали. Димки еще пока нет. Сейчас ко мне приезжал курьер и принес все эти пакеты. Обалденно удобно. То, что должно быть в холодильнике, приезжают с морозильным термопакетом. И он из него прям выкладывает в отдельных пакетиках все продукты холодные, как должно быть. Вот они мои пакетики. Мне везли продукты из магазина метро. Маслица привезли сливочная. Здесь у меня всякая птичка. Сосиски тоже из холодильного пакета. Пакетики Сбермаркет. Все свеженькое. Огурцы не мягкие. Что понравилось? Это то, что не нужно заранее планировать. Какие продукты, что, когда, когда я могу встретить курьера. То есть, я сегодня заказала. И сегодня же я получила эти продукты в удобное время. Там интервалы можно проставить 2 часа. Цены, как в магазине. Это просто великолепно. Море скидок. Тоже, как в магазине. Скидки, акции. То есть, все это в приложении, например, я видела. И прям очень удобно. Первый раз, в принципе, делаю вот такую вот доставку продуктов. И я никак не могла понять. Как же так? Если доставка продуктов будет из магазина именно, а вдруг там чего-то не будет в наличии. Или что-то будет там, ну я не знаю, там все что угодно. Помидоры, например, протухли или что-нибудь такое. Как вот это вот? Как решается? Оказывается, в приложении можно выбрать там, когда я сегодня заказывала, было 4 пункта. Что нам делать, если там товара либо нет в наличии, либо он ненадлежащего качества. И там можно было выбрать. Позвонить мне и уточнить. Заменить товар на усмотрение сборщика. Не звонить и просто вычеркнуть его из корзины. В общем, все решаемо. Заранее проставляются вот эти вот настройки. Слушайте, очень интересно. Мне безумно понравилось. Плюс в Бермаркет предоставили мне мой собственный промо-код. И я с вами им поделюсь. Он где-нибудь вот тут вот будет. По этому промо-коду на первый заказ от 2000 рублей можно получить скидочку 199 рублей. Всю информацию продублирую в описании. И плюс там будет еще ссылочка на скачивание приложения. На балконе у нас полный ужас, потому что вчера нам сказали, что вам нужно сохранить коробку и все содержимое от холодильника в течение, по-моему, двух или трех недель. Что-то такое. Пришлось все это дело сложить на балкон, но это, конечно, кошмар. Димка вчера очень долго ругался, порывался это дело все выбросить нафиг. Но что-то, честно говоря, не хочется, если вдруг холодильник испортится. Мало ли, вдруг нам, я не знаю, не примут его без упаковки обратно. И придется еще один покупать, это будет вообще, конечно, полный атас. Вот, так что пока так, пока все завалено. Ну, блин, значит так. Вообще, я сегодня весь день в уборке. Я сегодня драю полы на коленках по старинке, без всякой швабры, руками. Вот, с моющими средствами. Короче, стираю, драю коврики, пылесосу, протираю плинтуса. Фу, сейчас отмывала ванную, теперь она у меня блестит, слава богу. Отмыла коридор, плинтуса, все-все-все на свете. Вот так, сейчас коврик из ванной высохнет, и надо будет постелить его на место. Плюс еще надо будет сейчас ужин приготовить. Горжусь сегодня собой безумно, сегодня оттараканила подоконник, окно с внутренней стороны на кухне. Короче, он теперь у меня просто блестит и сияет. Я ударилась в уборку. Летаю, короче. Флай леди, как они там, вот. Маша сегодня целый день у меня занимается, ну не целый день, весь вечер занимается тем, что разбирала подарки от девочек, от своих, на день рождения. И даже кое-что сделала. Это светильник, единорожек, который самодельный, который нужно было самой раскрасить. Вот она раскрасила и лампочки вставила. Я решила побольше сделать. Ну, правильно, молодец. Даже немного осталось. Целая пачка осталась. А, смотри, тут мизинчики, нужны мизинчики. Сейчас я посмотрю, у нас у папы тут волшебная коробка есть, в которой содержатся все батарейки. Волшебная коробка. Так, мы вставили батарейки. Ну что, пробуй. Тест. Тест. Для чего, блинка? Почему? Ну, это я просто сейчас руками открывала, закрывала. Прикольная какая. Слушай, красота. А давай выключим весь свет. Теперь ее надо будет поставить, как светильник. Ух ты. Ух ты. Слушай, как классно смотрится, да? Ага. Тебе нравится? В виде поняшки. В виде поняшки, да. В виде пони. И сделала ты ее полностью сама. Я вот ей вообще ничего не помогала делать. Она сама и раскрасила, и приклеила пайетки, и вставила фонарики. Все сама вообще. Молодец, смотри. Я сначала думала, что будет либо меньше лампочек, либо больше лампочек. Но их оказывалось количество, которое надо. Ну, конечно. Я думала, что гирлянда либо длиннее, либо короче. Да нет, все рассчитано. Так, теперь надо... Слушай, где она будет хорошо смотреться? Смотреться? Либо в одной из полочек у тебя вот здесь, только где-то нужно их разобрать. Может быть, вот эту, может эту. И поставить туда ее. Либо где-то вот в этом шкафчике. Я бы ее, знаешь, куда поставила? Куда? Сейчас. Например, сюда. Она будет на меня смотреть. На ночь, да, можно. Но вообще, чтобы... Где она будет жить у тебя? Не на столе же, наверное? На столе, естественно, да. Или ты какую-нибудь полочку здесь освободишь? Да нет, я никакие не буду освободить. Просто я сюда вот это уберу. А коробочку с сокровищами? Прям на... Пору прямо на нее поставим. Ну, давай. Сейчас, если провода не помешают. Не помешает. И кристаллики. Все будет нормально. Во! Патарики будут повесить. Флажок теперь надо убрать немножко. Флажок теперь нужно убрать на другую сторону чуть-чуть. Или на дверцу. Мы его можем прикрепить. Маша, подцепи просто, подцепи вот здесь. Или вот так. Или мы можем... Да, вот так вот можем. Угу. О! Ну вот, смотри, у тебя теперь тут поняшка стоит. Теперь, допустим, я езжу, сплю, а не могу заснуть. Хочется чуть необычную посмотреть. Угу. Поняшка. Да, красиво получилось. И все сама. Молодец. Я, наверное, даже не знала, что я такую ступу делаю. Ну, на самом деле, да, я не видела, как ты ее взяла. Я только увидела, как ты ее уже делаешь. Потому что ты готова. Да. Вот она, коробочка. Ночник для росписи. Что-то ребенок тут уроки сделал. Мы уроки делаем. Распаковал. Раскрасил. Вон, какие-то эти. Откуда ты взяла вот эти вот тряпочки? Ингредиенты? Тряпочки. Или там они были? Тряпочки? Это нет. Там не было, я просто свою взяла. А, понятно. Просто что-то надо вытирать кисточку. Ну, правильно. А вот все ингредиенты из коробки. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Класс. Я решила особо ярко кожу не раскрашивать. Вот у меня на кисточке оставалась краска, и поэтому, когда я макала в белую краску, то немножко осталось. Вот, я решила, идеально получится. Сиреневая кожа. А не как здесь, темно-фиолетовая. Нет, у тебя хорошо получилось, молодец. Угу, конечно, на картинке рог. Рог его лучше сделан. У тебя тоже хорошо получилось, чего ты? А, ничего. Да мне, мне кажется, даже получше немного, потому что, обратите внимание, здесь не просто в некоторых. полосках поедкости. Под ними раскрашено все. Да. Красота! Я решила сделать побольше поедок, так пожирнее. И погуще. Да. И ваше вышло. Умничка, молодец. Молодец, Маша. А то вот как на картинке, мне не хотелось сделать, там мало поедок. Действительно. У меня Маша попросила хлебопечку достать ей. Взяла iPad, взяла мультики, взяла свою не кулинарную книгу, дневничок, где у нее написан рецепт кексов, и пошла готовить кексы. А я сейчас буду сериал смотреть. Это обалденно. Она там кексы готовит. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры подогнал «Симон» Прошло примерно 45 минут. Ребенок у меня, кажется, доделал кексы. Ну что там? Ага, кто-то пролил, да? Ну почему кто-то пролил? Да? А вот это еще запеклось там. Ну это я пока наливала, у меня там все напекло. Ну я это и имела в виду, да. Ну ладно, все равно они хорошие. Ну так печка-то, конечно. Ну ты у меня молодец, ты у меня умница. Что, осталось 4 минуты, в принципе, можешь выключать, Маш. Она даже у меня с духовкой сама. Умница. И еще вот это. Молодец. Ну все, да. А теперь давай я тебе помогу достать горячий противень. Не надо самой, Машуль. Давай я тебе лучше достану, хорошо? Давай. А ты с одной, с двумя? С двумя. Я тоже с двумя. А вот и Машина в кексике. Конечно, тут кое-где она там пролила. Но все равно, мне кажется, это просто великолепно. Она умничка. Я ей помогала только вытаскивать из духовки и горячее масло из микроволновки, когда она растапливала его. Вот я ей помогала тоже достать его. Все, все остальное ребенок делал сам. Она у меня знает программу в хлебопечке для замеса теста. Она сама разливала по формочкам. Потом вот сама ставила в духовку, разогревала духовку до нужных градусов. Знает, сколько нужно градусов, знает, сколько нужно их печь. Короче, она у меня большая умница. Теперь у нас вот целая тарелка шоколадных кексов. О, да! За столько времени, наконец-то, я сейчас сяду разукрашивать свою картину. Боже мой! Я уже не знаю, насколько за нее не садилась. За турецкий садилась, а за картину никак. Потому что очень в приготовлении много нужно. И баночку, и краски, и все надо разложить. И какой-то сериал поставить, что-нибудь такое. Короче, наконец-то! У меня сейчас будет просто, наверное, час наслаждения. Наслаждение. Сегодня утречка начинается с кофе. Латте. Давно я его не пила. Просто очень давно. Наверное, недели две точно. Мне в личку в инстаграм писали, что я очень часто пью кофе. Ребята, я его вообще не пью, если честно. Это вот первая моя чашка кофе, наверное, за... Ну, окей, хорошо. Вчера я кофе не пила вообще. Позавчера тоже, по-моему, не пила. Это первая моя чашка кофе, по-моему, дня за три. Вот. А вообще у меня бывают перерывы и по неделе, когда я его не пью. То есть от того, что я его покупаю, это не значит, что я его пью. И я пью всегда не более одной чашки. То есть если я вот сегодня с утра выпила вот эту чашечку, то сегодня я уже кофе пить не буду точно. Я не кофейный маньяк абсолютно. И уж точно у меня голова болит не от кофе. Так что воздержитесь, пожалуйста, от диагнозов по видео. Я знаю, от чего у меня болит голова. Я не зря хожу к остеопату. У нас дома снова устраивается бардак этим маленьким человеком. Человек маленький, а бардак огромный. Маша решила строить себе мега огромный дом там. Под пледами, под всеми делами. Короче, такой будет детский уголок, детский замок. Дом для Маши. Когда буду приглашать своих подружек, будем сидеть в этом домике и шушукать. А, это я не сомневаюсь, да. Шушукалка ты наша. Не, ну Мальберт прям вошу все. Посмотри, может быть. А спинка у этого кресла поднимается? Да, вон ту педальку. Мне просто нужно на максимум его, чтобы ровно было. Машуль, под кресло занырни, там есть педалька. Подними педальку вверх. Вверх ее подними. Сейчас. Так пойдет? Да, сейчас. А чтобы опустить, надо вниз, да? А вот чтобы опустить, надо уже в него сесть. Ну ладно, пойдет. И так пойдет. Так. Я могу не те кнопки вам дать, а другие кнопки. Там у нас, да, есть кнопки, так что закрепить есть чем, не переживай. Я вам эти кнопки дам. Как это сейчас будет. Пожалуйста, это твои пледы. Не сюда идешь. Надо это, развернуться. И в свою комнату. И в свою комнату. Дуй. Строй. Куда ты, это, кривишь немножечко. Мась. А не легче плед снять? Сбросить? Так я не могу, я вторую плед держу. Ты приходишь. А ты куда-то где? Матни головой, пускай упадет. Что ты? Я думала, я тут дорожку целую. Нет. Целую поляну. Здрасте. Вперед. А что вперед? Мастери. Иди вперед. Хорошо? Телую поляну. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok